И всем привет, ребят! С вами Мастер Ванька и сегодня записываю новый ролик, как вы знаете. У меня относительно недавно появился DroneCrisis, мы его вместе с вами уже прокачали. И на нём есть большое количество идей, комбинаций и интересных моментов, которые я бы хотел протестировать. Сегодня один из них, сегодня вместе с вами мы запишем игровой видос с DroneCrisis и с сочетанием Хоппера Молота с Блондербасом. Одно из самых интересных вооружений с Кризисом. И сегодня я надеюсь на то, что нас получится показать очень интересный, динамичный, быстрый и, главное, жёсткий по реализации контентик с этим вооружением. Что касаемо режимов, сегодня мы сыграем точно регби, но второй бой хотелось бы мне сыграть в штурме за атаку. Придётся, я думаю, что немножко попикать, поперепикивать, но по итогу мы, я думаю, что сумеем залететь в этот режим и показать хороший достойный результат. Это очень интересная и жёсткая комбина. Я говорю про Хоппера Молота с Блондербасом, с ДДшки ваншотает оппонента, но за счёт быстрой скорости может очень некисло оформлять доставочки. И вот, например, как сейчас, просто даже не пережимая на ДДшку, я уже доставляю первый мяч. С критическим уроном можно очень вот так вот просто уносить оппонента. И посмотрим, посмотрим, сколько же очков удастся мне набить на этой комбинации, насколько быстро мы будем заканчивать бои. По ходу этого боя я уже, наверное, понимаю, что здесь, скорее всего, будет очень быстрая досрочка. Ну и, хоть я и с кризисом, наверное, ещё не такой прям опытный боец, но думаю, что у нас всё сегодня обязательно получится. Так, мяч у нас на центре есть. Давайте пробовать его подбирать. Хорошо, хорошо, хорошо. Противничек тут открывается. Хорошо, на ДДшку мы пережимаем. Оп, хорошую плюшечку выдаём. На аккуратном, на тоненьком так, оп, понакидываем сейчас чуть-чуть. И потом уже, после того, как типы отлетят на респ, можно и по бырику доставочку на нитрушечке оформить. Также я думаю, что... Ой, не доставил. Мама сольёт? Поставит? Нет? Нет, маму-то тоже слилёт. Также я думаю, что с кризисом будут ещё комбинации, которые мы будем тестировать. Да, я понимаю, что кризис, наверное, не у всех есть. Но в связи с тем, что у меня появился этот дрон, я бы хотел раскрывать на нём новые комбинации, которые до этого я, ну, не мог, наверное, так качественно и грамотно реализовать. Да, то есть и заодно смотреть, как всё это дело работает. Плюс я уверен, что за мини-игру хэллоуинскую прибавилось у ребят тоже с этим дроном, да, количество игроков. И я думаю, что такие обзоры имеют место быть. Хоть я знаю, что раньше там ребята очень сильно негативили, что я, типа, там играю на донатском дроне. Но всё здесь с тем, что я этот дрон лично сам получил, как дрон, ну, можно сказать, без доната. Можно сказать, без доната, да, конечно. Это тяжело назвать бездонатным дроном. Но будем считать, что я его получил без доната. Поэтому, 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 поэтому я думаю, что такие видосы у нас с ним будут выходить. Не совсем грамотный овердрайв, если честно. Можно было прожимать намного актуальнее, намного интереснее. Там в прыжке надо было с нейтрушки начать, а потом на ДА-шку переключиться. Я сделал немножко неправильно. Соответственно, доставочку не оформил. И пока что мне эта каска изначально хоть и казалась какой-то лёгкой и простой, сейчас уже могут быть здесь проблемы. Могут быть здесь проблемы. Пролетаем через всех оппонентов. И всё-таки доставочку оформляем вторую. 300 очков у меня уже есть. Но это было на тоненького. Это было на тоненького. Там и противник мог поставить, но у нас уже 3 соточки имеется. 4 минуты прошло. По киллам у меня девяточка. Не сказать, что много. Но попробуем сейчас вот этого пассажирчика отправить на респ. И вот сейчас было бы неплохо, наверное, сразу на Нитре доставочку оформить красивую. Оп. Ладно. Я думаю, сейчас минусы. Ну, этого пассажира. Не удалось чуть-чуть. 65% овердрайва у меня есть. Вообще, по идее, каждый овер – это должна быть доставка. Каждый овер – должна быть доставочка. Но почему-то первый раз у меня, например, так не получилось сделать. Может быть, сейчас со второго раза у нас уже получится. Всё, но пока у меня овердрайва всё равно до сих пор и ещё нету. Титан пытается… Ой, Титан Тесла пытается меня схавать, но не успевает. Доставочку мы оформляем. Хорошо. 420. Неплохо. Неплохо нагадзовываем. Так, там мяч начинает падать. У меня уже овердрайв есть. Сейчас было бы неплохо его бы в воздухе вообще забрать. Наверное, не получится у меня его в воздухе подобрать. Здесь типа уже так немножко контролируют. Ой, хорошо! Ваншот! Вот здесь самое жёсткое с бландербасом – это то, что вот такие ваншоты с критом залетают очень и очень часто. Прям очень часто. Ну и понятное дело, что уже с ним вы можете дальше реализовать. Ещё видите, насколько долго я ехал с нулевым уроном. На нитру переключился, на дашку переключился. А, доставку не оформил! Ой, ужас! А хоппер вот так вот сейчас на коротке очень тяжело управляемый. На коротке, когда ты там, например, промажешь, очень тяжело им управлять. Ну ладно, ничего страшного. Ничего страшного, мы всё равно уже 3-0 ведём. Попробуем здесь типа унести. Который везёт мячик. Попробуем его здесь сбрить. На дашку переключаюсь. ДДшка на добавке. Ой-ой-ой, за счёт хоппера не полетела. Не полетела, к сожалению. Так, ну ладно, ну ладно, ну ладно, ну ладно. Чё-то противник тут сопротивляется. Я думал, если честно, что тут будет по-изи, по-изи, каточка. Будет прям налегке всё у нас происходить. Но пока противник сопротивляется. Скорость просто бешеная. Мамонт стоит АФК. Понятно. Дай проехать, братик. Хорошо, наняту улечку сразу. На контентовую. Здесь на ДАшку. Можно первый урон получить. А, ну ладно, хорошо. Окей. Окей, можно и так, можно и так. Четвёртая доставка имеется. Супер. Супер. Если мы все доставки в этой катке сделаем, то посмотрим, сколько вообще получить можно здесь кристаллов. Но пока всё получается более-менее нормально. За исключением того, что я могу две доставки плюсовых ещё делать. Которые я не поставил. Ну, пробуем, пробуем. Кстати, два овердрайва из двух я не сумел реализовать. Это так. Для информации, если что. Так, мяч накидывается. Мяч Мнеки скидывает, да? Боец. Боец скинул мне мяч. Хорош, красава. Красавчик. Так, на ДАшку переключаемся. Вон, что-то не залетит. Ой, мины, 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 мины. Тише, 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 тише. А, не успел. Ладно, ладно. Сейчас будет уже у меня овердрайв. Там Хантер летит. С чем? С лавкачом, да? С лавкачом он летит. Надеюсь, что я успею ему в эту кабину толстую ему накинуть. Хорошо, 2800. Кто-то добил. Очень неплохо, что здесь Крит залетел. Так, еще в ДДшечную хорошую бы плюшечку оформить какую-нибудь. Так, а рез овер поднимает. И сразу, наверное, овер юзает. Не, не юзает? Не юзает. Ладно. Еще полбоя у нас. У нас уже 555 очков. Понятное дело, что меня здесь сливать будет много. Но вот этот вот блендербасик в моменте очень жестко сейвит. Очень жестко сейвит, да? То есть здесь можно было терять очень много лишних мячей. Но мы до сих пор не отдали ни одного. За счет того, что вот эти вот красивые ваншоты все-таки очень удачно залетают. Так, опять я чуть-чуть мимо. Но здесь уже красивая доставочка наконец-то получилась. Супер! 700 очков! 700 очков, 19 килов. Все мне безумно нравится. И эта комбинация в регби прям вообще. Уносит все, что движется. Просто все, что движется. Мне очень сильно она нравится. Прям очень сильно. Так, давайте попробуем сейчас. Еще здесь не кидать чуть-чуть. Оп, аптечечку. Давай, 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 братик. Оп, хорошо. 2800 в эту кабину. 0 хп оставляет. 2893 по ДАшному танку. Очень не кисло. Так, надо как-то еще доставочку оформлять. Теперь мяч у них в неплохой зоне. Чел пишет, что из-за лягушки танки стали неинтересные. Блин, ну я не согласен с ним. Как раз таки вот эта лягушка, если ты на ней грамотно управляешь, то она дает хорошего контентику. Может против нее и тяжеловато играть, но законтрить, если сильно хочешь, все равно можешь. А то, что ты это не умеешь делать, это, наверное, твои, друг, мои проблемы. Так, 2800, хорошо. Еще добавку. Сейчас вот этому аресу еще надо в голову накинуть. Хорошо. Наш тиммейт на подборе. Если что, подстрахую. Подстрахую на братских. Ой-ой-ой, зря я там на... Не тру переключился, мина меня сразу схавала. Так, а противник может доставить. Там овердрайв упал. У них есть шанс на доставку. Распечатать счет. Чел взял резист от молота. Только этот молот резист ему никак не поможет, если что. Если что, я скрита все равно будет наносить столько же урона. Потому что по тому, что критический урон не чувствует его резиста. А он может быть думает, что у него есть еще шанс на какой-то подсейв. Хорошо. Доставочку шестую оформляем. 840 очков за 10 минут. Неплохой результат. При том, что у меня команда, которая особо не хочет возить. А больше стоит здесь что-то. Суетиться. Так, ну и пробуем доставить. Или подождем голд. Я думаю, что, наверное, пробуем доставить. Пробуем доставить. Голд, это, конечно, хорошо. Гениальный овердрайв. Просто genius овер. Вот если вы хотите прожимать такие же овердрайвы, знаете, как меня найти. Я вас научу прожимать такие овера. Что я как-то заслоупочил немножко. Кислая тема получилась. Очень кислая. Мне не понравилось, честно вам скажу. Мне понравилось, что произошло. Но и такие моменты бывают нынче. И такие моменты у нас бывают. Ничего не поделаешь. Думал, сейчас быструю доставку оформлю. А доставка... Меня нашла. Так, ладно, что будет делать Викорик? Что он хочет? Хочет подобрать дроповую ДДшку. Окей, хорошо, гений. ДД он подобрал. Дальше. Дальше падает овердрайв на центре. И я еду за ним. Правильно? И поедет тоже за овером. И... Да, я еду за овером. О, у него есть шанс на доставку. Ой-ой-ой, он успел доставить. Ну ладно. Распечатал счет. Тоже неплохо. Но у меня есть теперь овердрайв. На котором я уже точно, точно, 100% должен уже доставлять последний мяч. Потому что если, ну, не сейчас, то я не знаю, когда надо доставлять. Давайте сейчас, ребятки, пробовать. Пробовать сейчас надо. Так, 2800. Очень некисло накинул по Хантеру. Ему там уже тоже добавили. Он без аптеки пол-ХПшный. Сейчас, если его унести на рез, можно сразу же быстро оформить доставочку. Он сразу в себя поверил. Видите? Видите, что делает одна доставка с молодыми людьми? Одна доставка, и у него сразу появилось желание и мотивация унести эту каточку. Нормально? Мне, к сожалению, подавление. Мне было бы неплохо куда-нибудь мяч скинуть. Но я, к сожалению, его не смог отправить на бровочку далеко. И поэтому сейчас опять же у Хантера будет возможность на доставку. А, нет, не будет у ничего. Сильно поторопился. Вдруг ты мой хороший. Сильно ты поторопился, дружанин. Была доставка у тебя. Возможность, вернее, на доставку хорошая. Но поторопился, боец. Чуть-чуть не справился. Так, ну и что мы делаем? Нет, мы овердрайв не знаем. Начинают контрить меня. Потихоньку. Хоть мы и ведем 6-1. И у противника уже нет шанса на выигрыш этой катки. Но контрить меня контрят. Стараются, по крайней мере. И пробуем сейчас доставить. Ой, хороший подлетик за счет Блондербасика. И доставка имеется. Вот такой вот бой. Вот такой вот бой. Вот вам Блондербас. Вот вам Хоппер. И Соло 7 доставок. Я вам могу сказать, что это не предел. Определенно. Я давно не катал вообще на этом вооружении. И по моим личным меркам и пониманиям, да, я бы сказал, что можно давать и по полторушке. Спокойно. И либо делать примерно там 800-900 очков, но делать их очень и очень быстро за счет этой комбинации. Но посмотрим, что сейчас будет у нас в штурме за атаку. Вообще очень такая быстрая, энергичная и крутая комбинация. Мне вот такие комбины очень сильно нравятся. Но надо закидывать за деф. Соответственно, я ставлю видос на паузу. И пытаюсь запикаться в атаку. И мы сразу же вместе с вами продолжаем. Так, спустя 3-4 перезахода меня закидывает наконец-то на ту же самую карту, с которой я вышел, которая была за деф. Ну вот и теперь мы пробуем реализовывать свою комбинацию. Пробовать доставлять. Ой, случайно я свалился с моста. Ну ладно, ничего страшного. Едем сейчас вот здесь вот на аккуратном на стелсик. И сделаем первую доставочку. Подвиньтесь, молодой человек. Подвиньтесь. Доставка есть. Хорошо. Доставка плюс килл. Вообще можно в упор подъезжать. Сразу на ДД быстро переключаться. И накидку плотную давать. Мне кажется, что там можно прям очень некислый урончик наносить по оппонентику. Так, два противника пытаются через одну зону залетить, доставить. У первого получилось, у второго тоже получилось. Нифига себе. Они что, гениальную траекторию нашли? Ну ладно, я сменю траекторию. Я попробую здесь доставить. Через эту зону. Накидочка очень хорошая по теслочке. Аптека тоже тайминг нужный падает в нужном месте. Аптека дроповая. Хорошо. Доставка есть. С развороту. Хотел еще плюху сверху накинуть, но не получилось. Не получилось. Играю я, кстати, на иммунитете от оглушения. И, ну, не сказать, что, конечно, это супер гениальное устройство на корпус, которое мне сильно помогает. Да? Но в моментах бывает, бывает где-то что-то сейвит. Так. Что-то мне тут накидывать начинает. Рикошет в спину. Не надо, друг мой хороший. Не надо. О! Попера с ураном. Это та самая мета жесткая? Попера с ураном? Не-не-не-не. Рик, стой, 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 братик. Стой. На голову тебе лучше. В говяжью. Так. Сейчас попробуем здесь доставочку оформить. Такую. Ну, непрофессиональную, конечно. Но хоть какую-то... Ай! Не успел. Там мина просто была. Я думал, аккуратненько сделать. Не получилось. Не получилось реализовать то, что я хотел. Ну, ладно. Ладно, ладно, ладно. Так. Кто ты стоишь, друг мой? Скинь. Если не везешь, то скинь. Если везешь, то вези. Вот такие вот игроки мне начинают иногда очень сильно надоедать. Он взял флаг и стоит. Зачем ты стоишь? Ты уже взял, то тащи. Если не хочешь тащить, то не надо было брать. Так. Респ весь вражеский почищен. Особо оппонента нет. Он от хопера-рик, конечно, неплохо так упарывается. Жесть. Я еще и на этом летающем на гибаторском корпусе улетел в минус. Так. 42.25. Надо тащить. Надо тащить. Что-то пока что я расслабился. И что-то как-то у нас... Ну, такое-се. Такое-се. Можно еще и по голове получить. И слить катку. Моментами, конечно, тяжело здесь в управлении с хопером. И в регби поинтереснее начинает смотреться этот корпус. Но, ладно. Ладно. Пока нормально. Кстати, вообще, может быть, в моменте в каком-нибудь лучше взять и утяжеление. Если так, например, типы жестко стоят на доставке, то, наверное, можно даже попробовать утяжеление взять. Утяжеление, мне кажется, тоже будет хорошо работать вся эта тема. Так, ладно. Рельса опять в этом же самом месте. Опять все то же самое. Давайте попробуем ей привет передать. Привет передали. Хорошо. Ну, теперь можно доставочку оформить. Правильно? Хорошо, да? Здесь паладинчик, конечно, работает. Как часики. Попробуем сейчас аккуратненько тут доставить. Оп. Валетик красивый. И доставочка. Шикарно. Еще и паладина домой унесли. Супер. Триста есть. Триста есть. Можно и поесть. Ну, сейчас надо еще через право доставочку. Бэм. Попробуем. Вот этот флаг чисто мой. Никто его особо не контрит. Это очень хорошо. Так. Рельса опять в том же самом месте стоит. Опять привет передать что ли? Второй раз он уже на привет не хочет переходить. Так. А где он открыт? А, все, его закрыли, я понял. Хорошо. Хорошо. О боже. Еще один такой же самый гениальный овердрайв. У меня сегодня день гениальных овердрайвов походу. Дважды я выпрыгнул под себя, короче. Вообще никак. Так. Ну, это печальная беда. Так. По счету у нас более-менее. Более-менее, но не очень. Более-менее может быть лучше. Так. Хорошо выпрыгнул. Надо было на расходку другую пережаться. Ну, здесь тоже, конечно, решает иногда немножко опыт. Опыт. Даже с таким дроном иногда надо немножко больше практики. Хоть я сейчас уже и начал потихоньку там на стримах на нем играть. Но все равно моментами чувствую, что где-то можно намного качественнее и грамотнее там пережаться. Реализовать. А у меня не получается, да. То есть этого сделать. И я понимаю, что, блин, ну тут я не доиграл, например, да. Тут я не реализовал так, насколько жестко можно было бы это сделать. Поэтому надо тоже чуть-чуть, чуть-чуть больше где-то покатывать. Но пока все получается очень хорошо. Главное, что мы ведем. Главное, что мы ведем. Ну, там все противники сверху. Единственный этот пассажир. Офигеть! Он префом нажал на рельсе овер? Он знал, что я откроюсь под него? Да, ну нафиг. Если серьезно так, это? Это какой-то гений. Ладно, сейчас мы этому гению привет передадим. Иди сюда, гений. Здорово, гений. Как жизнь твоя, гений? Давай в эту кабину еще, в говяжью. На, в кабину. Привет передали. Так, теперь надо доставку как-то оформить. Как мне тут доставку разыграть? Через правый верх попробовать. Наверное, да. Больше вариантов я особо здесь не вижу. Как можно доставлять? Противник меня пропустит. Давай, давай. О, я хотел уже сказать, хорошо. Доставка красивая. И я не доставил, представляете? Офигеть. Вот это я не понял сейчас. Вот сейчас я не понял. Ладно, попробуем сейчас через стелс залететь. На стелсе нас будет встречать. Пассажиры. Ой-ой-ой. Блин, Тесла. Опять эти Теслы. Снова эти Теслы в матчмейкинге. Куда столько Тесел опять? Откуда эти Теслы берутся вообще? Зачем они опять на них играют? Я и походу играю с этим медленными, да? А, не с поджогом. Так, ладно. Мне что-то как-то, ну, неприятно стало. Давайте попробуем респануть типов, чтобы наши хотя бы смогли доставочку оформить. Тут что-то как-то... Как-то, как-то, как-то нас походу законтрили. Законтрили. Я, конечно, не эксперт, но походу нас законтрили и походу нам не хотят отдавать победу. Ну и, кстати, насчет карт вообще. Будущее сейчас одно из самых сложно доступных на доставку карт. Здесь прям вот если плотно типы становятся в дефе, доставить крайне, крайне тяжело. Прямо крайне тяжело. Поэтому я, наверное, сильно не удивлен тому, что у нас особо ничего не получается. Ну, такие доставочки, конечно, хоппери всегда работают. Это бесшансовое. Ой, хороший. Хороший молоточек. Хороший. Добавочки. Добавочка тоже готовая. И еще можно выстрелить тут на кукурузке. Хорошую кукурузочку завозим. Завозим. Так. Рель самая хорошая. На стрейфе ее чуть притушил. Так. Падает овер. Вот неплохо его собрать. Дабы он, во-первых, не достался противнику. Во-вторых, мы еще могли его реализовать. Так. Попробуем сейчас еще эту рельсу. О! Сейчас уже пошел нормальный процесс. Нормально. Начали тушить противника на рельсу. Сразу пошел успех у нас. А, у нас еще типа верхние позиции заняли. Молодцы, кстати. Это грамотный мув. Если я тут еще на тушение буду стоять, то надо, чтобы просто кто-то вез. Кто-то будет через верх везти. Но тут должны, по идее, все доставки оформлять. Причем очень легко. Потому что мне поехать доставить? Ладно, пока держу позицию. Пока держу позицию не буду. В дальнейшем можно было бы поехать. Вика Твинс овер-овер. Молодец. Нам эту кабину раз овер-драйв поражал. Так, отрывшись киллов. Ну, киллов я немножко понадеял, постоял на позиции. Вот, видите, можно даже на такой комбине спокойно киллов много давать. Причем это все получается довольно простенько. Так, хорошо, подборчик есть. Оп, туда в эту. В голову. В голову можно было накинуть хорошую плюшку. Оп, и на доставочку влетаем. Шикарно. Доставка есть. Димончика мы тут немножко спустим. Пусть Димончик понизу немножко покатается. А наши тиммейты пока доставят. Доставят кто-нибудь? Не, не доставил, ладно. Димон там пока понизу катает. У меня вообще есть шанс еще одну доставку оформить. Ой, хорошая плюшка залетела. по голове типу. Ой-ой-ой-ой-ой, бомба. Бомба сразу вниз. Хорошо. И сейчас теперь больновато, если честно. Изида подлечивает. Хорошо. Пробуем доставку. Или может через овердрайв. А, через овер. Играть. Через овер. Ну, теперь через доставочку в балет. Не успел. Не успел. Так, но мы ведем. Тиммейти ставят. Это хорошо. Это очень хорошо. У нас тиммейти держат верхние позиции. Доставки идут. Как часы. Так, главное, чтобы сейчас я подборчик сделал. И может быть даже попробовал оттуда. Оттуда мне хватает? Да, мне вообще вполне хватает доставлять такие суперские флажочки. Очень быстрая кстати доставка. Здесь надо на заметку себе взять, что здесь с этой позиции можно очень легко доставить. это хорошо. Здесь может даже с легким с легким может быть можно долететь. Надо попробовать. Очень такая в голову мысли пришла, что там может быть даже корпус может долететь. Так, 3 минуты мы ведем на плюс 20. Хорошо, хорошо. 3-2-2-10 килл даже еще сверху дал. Доставки получаются. Тиммейты тоже не подводят. Молодцы. А то я думал, что у меня сейчас команда здесь подведет, а у меня довольно хорошая команда. Есть типы, которые верхние позиции держат, есть те, кто едет доставляет. То есть здесь у нас прям все работает. Все работает как надо. Хоть в моменте одном я уже там начал говорить, что есть шанс у нас на слитие боя. Ой, блин, не получилось. Потом же ребята заняли нужные позиции сверху и начали очень не кисло накидывать по оппоненту. Соответственно, в таких ситуациях уже проигрывать просто-напросто нельзя. Просто-напросто нельзя. Ой, это что такое? Это что такое? Офигеть. Это я типа в столб врезался и в него заехал. Нифига себе. Такого я еще не видел. Это жесть. Сухает. Да ну его нафиг. Да ну его нафиг. жесткое тело. Так, надо как-то доставлять. Ууу, хорошо. Туда эту кукурузину. Хорошая. Три полушечка залетела. Ну, такие, кстати, выстрелы очень часто залетают. Просто я всегда не ожидаю их увидеть. И такая реакция у меня сразу на них, когда я не ожидаю их увидеть. Поэтому как-то так. Но очень эффектно. Очень красиво. Так, надо, чтобы сейчас левый флажочек мне достался. О, левый стоит. Как раз супер. Это будет самая быстрая доставка в моей жизни. Смотрим. Оп, овердрайв, оп, полет, добавка вперед и доставочка. Супер. Супер просто, супер бомбочка. Очень хорошо. О, еще хороший выстрел тоже на добавку. Дал 1100 уже. Было 1000, 1000 просто, да? уже 1100. Неплохо. Так, и нам осталось две доставки. Две доставки и катка выиграна. Две доставки, катка выиграна. Ой, хороший выстрел. Я, Дашку, не переключился случайно. Давай, 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 ай, чуть-чуть. Так, 50 сек, но мы выиграли точно эту катку. Точно выиграли 39 киллов и ну, я не знаю, сколько я тут, конечно, доставил, но результат хороший, 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 мне нравится, очень достойно. Поэтому, если у вас, ребят, есть кризис, если вы любите быструю скорость и, ну, вообще-таки, агрессивные сочетания, на которых надо быстро принять правильное решение и при этом, при этом еще и у вас есть этот самый замечательный дрон, то вот вам возможности реализации, ну, еще бландербасик, конечно, нужен, бландербасом, без бландербаса не получится. С бландербасом бустер, ой, бустер, говорил, кризис, это вообще просто сказка, просто сказка, мне прям очень сильно нравится, как это все дело начинает с ним работать. 5400 крисов, это 11 тысяч, я бы получил бы за эту катку, если бы у нас были повышенные фонды, и это очень хороший, плотный результат. Как-то так, друзья, как-то так, как-то так, берите себе на заметочку, а я буду продолжать учиться играть с этим замечательным дроном, потому что моментами все равно чувствуется, что где-то что-то, что-то недоигрываю. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики, ну а с вами был Мистер Банка, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!